Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас расскажу, как может нижняя челюсть, ее положение влиять на общий баланс тела, на ее центр тяжести. И наоборот, как неровные части тела могут влиять на неправильный прикус, то есть создавать это. Смотрим. У нас есть общие участки для соблюдения центра тяжести. Это стопа, ноги как таковые, таз, поясничный отдел с животом, грудная клетка, шея, нижняя челюсть и череп. И смещение какой-либо из одной части тела может привести к дисбалансу любой другой части тела. В частности, изменение положения стопы может привести к тому, что тело будет заваливаться в сторону, и чтобы как-то соблюсти баланс, приходится выравниваться где-то в верхней части тела. Попробую показать вам это. То есть челюсть сдвигаться может либо в одну, либо в другую сторону, для того, чтобы соблюсти просто общий центр тяжести. Вот я сейчас, допустим, сижу более-менее ровно. Но, допустим, это у нас дополнительный участок для центра тяжести, которого у нас в теле нет. И я просто-напросто ставлю его ориентировочно ровно на тело. И смотрите, плечи ровные, челюсть, в принципе, в том же положении. Но что произойдет, если я смещу один из участков тела в другую сторону? Он начинает спадать. Мне приходится, чтобы удерживать как-то его в балансе, подрулить свою голову. И смотрите, чтобы соблюсти баланс, у меня шея сдвинулась, череп сдвинулся. Посмотрите на уровень плеч, что с ними происходит. Вот так все происходит как раз-таки во всем теле абсолютно. Поэтому, если вы видите сдвинутую челюсть в эту сторону, зубной ряд уехал в эту сторону, либо если смотреть в профиль, то смещение челюсти вперед, либо назад, это также балансировка по центру тяжести. То есть, если вы видите следующее. Челюсть вперед, значит, что-то челюсть пытается уравнять, потому что что-то тащит его назад. То есть, тело тащит назад, челюсть вытаскивает это вперед. Либо наоборот, что-то тащит тело вперед, нижняя челюсть пытается это вытащить назад. И просто-напросто в этой механической концепции есть причины, которые могут повлиять на состояние вашей зубо-нижнечелюстной системы, состояние ВНЧС, зубо-верхнечелюстной системы. И неровный таз первично может повлиять на неровность вашего зубочелюстного аппарата. Или наоборот, первично выдернутый неправильно зуб может привести к тому, что челюсть уедет вправо, тем самым все тело поедет вправо, и плечу придется опуститься, и вы будете ходить с неровными плечами и с челюстью вправо. Будете выравнивать плечи, а челюсть будет возвращать все это обратно. Примерно такое взаимодействие как раз-таки центров тяжести в теле существует. Поэтому надо на это первично всегда обращать внимание перед тем, как вы стараетесь лечить зубы либо любую хроническую боль в теле.